Для России распад семьи номер один невиданное дело. Страшно подумать, в последний раз подобное было целых 36 лет назад. Тогда Петр Первый заявил о разрыве с Евдокией Лопухиной. А вот уже потомками российского императора институт в семье тщательно оберегался. Эталонным считается отношение к семье и браку в династии Романовых. Вплоть до лишения портбилета карались разводы и в советское время. До определенного момента институт семьи в России не просто чтился, он был неприкасаем. Но все меняется со временем. Если, так сказать, скрывать то, что есть на самом деле, или жить двойной жизнью, я считаю, это хуже даже гораздо, чем, например, открыто это сделать цивилизованно, как это вот прошло в настоящее время. Разводы первых лиц государства на Западе тоже случались и не раз. Печально известна судьба брака принца Чарльза с Дианой Спенсер, который распался через 15 лет. Еще меньше продлились отношения экс-президента Франции Николя Сарказей с известной моделью Сесилии Мартен. Бывший премьер-министр Италии Сильво Берлускони также развелся со своей супругой через 19 лет совместной жизни. Топ разводов среди политиков и первых лиц государства можно продолжать еще и еще. Но развод Читы Путина среди всех них стоит особняком. Дело в том, что, в отличие от зарубежных коллег, развод президента России с первой леди страны проходит по взаимному согласию и без скандалов. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже. Так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к Славу Владимиру Владимировичу. Это действительно было наше общее решение. И наш брак совершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Последнее заявление Владимира Путина вызвало целую волну обсуждений в интернете. Наряду с причинами развода и кандидатуры новой избранницы главы государства активно обсуждают его возможные последствия для страны. Больше всего интернет-сообщество беспокоит будущее института семьи. Принципу, если уж и президент, то чем я хуже, могут последовать десятки, а то и тысячи россиян. Но эксперты считают, что поводов для паники нет. Кто прав, интернет-обыватели или специалисты, покажет время, но одно останется неизменным. Семья президента такая же, как и многие другие. И ничто человеческое с супругом номер один не чуждо. Александр Александров, Алексей Игнатек, Юнивер Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин